Не боясь запачкать руки, гончар Виктор Учаев создает из глины все, что душе угодно. Детские свистульки, кружки, кастрюли. Говорит, в глиняных горшках и еда получается особенная. Покрытие. Я ни глазурь, ни поделки, химию я не использую. Я использую молоко. Просто молоком покрываю, потом еще раз обжигаю. Получается, вот они разного цвета. Вот мы в мастерской готовим. Туда накидали картошку, мясо, и духовку. 40-50 минут оно готово. И там так уваривается, что даже не хочется, а все приходится доедать. Еще одна мастерица Екатерина Завьялова декоративно-прикладному делу научилась от мамы, продолжая семейные традиции и с посетителями выставки готова поделиться своим мастерством. Если человек заинтересует какая-либо техника представления здесь, вот, допустим, сегодня я могу продемонстрировать вышивку бисером и так далее, можно в течение недели, чтобы человек пришел еще раз, и я ему покажу абсолютно любой вопрос, он свищу из тех, которые я знаю. Еще один необычный мастер-класс – лозоплетение. Мастер Галина с легкостью гнет прутья и ветки. Растение поддается и превращается в шедевр декоративно-прикладного искусства. В корзину, которую ты сделал своими руками, даже картошку собирать приятнее. Не только приятно, но и удобно. Через небольшие отверстия земля будет высыпаться, а картошка будет оставаться чистой. Вот такую корзину можно сделать из специальных ивовых прутьев, которые изначально немного отварили для гибкости. Ну и, в общем, за недолгий промежуток времени можно сделать для дома и дачи вот такую поделку. Всю эту красоту можно увидеть в музее Алабина на фестивале «Дом. Семья. Традиции». Сюда съехались мастера не только со всей Самарской области, но и из Нижнего Новгорода, Кирова и других городов. Как говорится, на других посмотреть и себя показать. Вся семья сможет поучаствовать в общем деле, заняться, объединиться, почувствовать локоть. К сожалению, наши родители сейчас мало времени уделяют своим детям. И таким образом, придя на наш фестиваль, вы сможете посмотреть, сделать общее дело, посидеть также за гончарным кругом, сделать общую поделку, раскрасить ее, расписать, поставить на видное место и потом всем своим друзьям и гостям говорить, что мы это сделали своей семьей. Фестиваль продлится до 23 марта в программе «Русские народные танцы. Проведение старинных славянских игр и концерт. Вход свободный». Марьяна Мирная, Дмитрий Мешканцов. События.